здравствуйте папы знают что лучший подарок мальчику машинка в любом возрасте даже сейчас когда восклицание из трех слов гаджеты слилось во всеобщее обозначение электроники гаджеты машинка радует ей хочется поиграть и похвастаться и тут неважно она игрушечная помещается в кармане или она настоящая стоит во дворе ее размер единственное соответствие возрасту с каждым прожитым годом машинка крупнее и настоящая в детском саду 1 к 87 в школе 1 к 43 в институте 1 к 18 и когда взрослый один к одному а когда старый 2 к 1 мы про путина многое не знали американцы только что выслушали своего психолога сложившего пазлы в портрет злость отвращение презрение никакого страха но им не далась еще одна важная характеристика оказывается путин любит машинки как всякий мальчик хотя василий альбабаевич не верил в детство и спрашивал с изумлением ты маленький был у тебя папа мама был зачем такой злой но сквозь злобу проступила детская тяга к машинкам единственный оказавшийся рядом ким чон ин стал участником невероятного откровения именно перед ним путин хвастался аурусом раскидывал руки объяснял длину что-то радостно рассказывал про характеристики никто не оказался готов к такому мальчику володи третий ким не хуже двух предыдущих ходит с резиновым протезом вместо улыбки но будущие губернаторы из охраны растерялись и не поняли что там с вовой и пресс стада не очень поняла пихая штативами пинай с кофрами а вова впал в детство 70 лет как раз подходящий возраст оказывается машинки ему нравится но запорожцам хвастаться невозможно а служебным мерседесам когда у всей песочницы такие же странно так вот почему путин согласился на проект единой модульной платформы кортеж из которой ему вылепили лимузин аурус это уже не всеобщий мерседес это только у вова такая машинка и как только вова ее получил поспешил померу с гастролями показать потыкать пальцем рассказать при случае но все вокруг поджали губы и лишь крепче взяли в руки собственные автомобильчики избежав не только восхищения но даже вежливого внимания к русской игрушки сейчас когда война и надо то ли самому ездить на фронт то ли отправлять туда кого-нибудь похожего в дело пошли разъездные тойоты это потому что любимую игрушку жалко вот прям как в детстве когда могут попросить поиграть и сломать а то и не вернуть а теперь когда два бронепоезда приехали на космодром оказалось что второй такой же ким любимую машинку тоже прихватил но у то позапрошлогодний чужого плеча или майбах все же тайком приторговывает как полагается мерседесу несмотря на санкции когда в песочнице встретились двое одинаковых и у каждого лишь злость отвращение презрение никакого страха а первому доложили про второго что тот тоже привез машинку первый просветлел лицом наконец-то есть перед кем похвастаться рассказать показать покатать политика именно так и делается оба поняли что у них типовые квартиры обставлены стандартной мебелью а в безликие двери врезаны типовые замки и только машинки разные включая масштаб у третьего кима один к одному у путина подлиннее два к одному зато теперь советский союз и корея вновь братья на век и можно до получки одолжить червонец сильнее всего автоваз ненавидят на дальнем востоке у них был свой авторынок с неожиданным названием зеленый угол кормивший сначала регион затем страну правым рулем и позволивший людям нормально ездить они плохо ходить но именно из-за вечно недоедающего и всегда просящего милостыню автоваза в 2008 году во владивосток приехал подмосковный батальон омона зубр и прекратил бизнес оставив людей без куска хлеба и правого руля автоваз всегда требует поддержку и всегда ею злоупотребляет но дальний восток сибирь урал привыкли к правому рулю и знают его неоспоримые преимущества им понятно зачем нужна тойота и непонятно зачем нужна лада интересы людей не совпадают с интересами власти поэтому вместо свободного выбора тойоты страну регулярно накрывают принуждением кладом ни один российский автомобиль никогда не равен ни одному японскому но чем хуже дела на автовазе они всегда идут либо плохо либо совсем плохо либо завод стоит тем мощнее давление власти на покупателя а ведь именно на дальнем востоке появились современные партизаны а ведь хабаровск показал что люди не безропотны а за навального даже в улан-удэ вышло неожиданно много народу вот автоваз затеял обойти санкции и добыть штамповочное оборудование вариантов на всю планету два либо китай либо корея китайское бывает хорошим только для самих китайцев когда надо поставить в россию непременно привезут не то и обязательно обманут избежав гарантии и техподдержки и автоваз попробовал купить оборудование в южной корее у компании тэнерджи и хотя им торговля с россией не запрещена завод автоваз поступил привычно как полагается в стране победившего в чека обманув продавца и разработав операцию прикрытия поэтому южные корейцы в роли покупателя получили подставных северных корейцев сейчас уговорить ким чон и на на сотрудничество весьма просто благодаря войне он получил внимательного соседа готового кормить как во времена сцена южная корея продала северной корее машиностроительной прессы для штамповки кузовных деталей на сумму 1 миллион 192 тысячи долларов северный шиком расплатились изумив южных южный упаковали покупку и отправили на север покупка изобразила заход в северную корею но продолжила транзитный маршрут по железной дороге в россию автоваз став государственным охотно отождествляет себя с ним считая что отныне государство это я поэтому автоваз полагает что у него все схвачено и ему все должны кроме владивостокской таможни во первых им безразлично кого грабить во вторых автоваз на их земле враг владивостокский таможенный пост получил вагоны с оборудованием понял по документам название покупателя придержал у себя на 10 дней и отказался оформлять дав официальный ответ что выпуске товара отказано как полагается без указания причин таможни любят издеваться оставляя клиента в неведении и недоумении автоваз поперхнулся и отступил пытаясь определить дальнейшие шаги то ли привычно дать взятку то ли пожаловаться самому себе ведь государство это оно и есть результате станки стоят таможня глумится завод в растерянности скромная месть за принуждение к жигулям второй раз в истории страны когда народ солидарен с таможней первый раз было фильме второй раз наяву подростковый эгоцентризм требует признания пока мальчик ничего из себя не представляет ему важен всеобщий интерес хочется комплиментов девочки с мятым бантиком необходимы бестактные взгляды мужчин и всем вместе хочется серьезного отношения к себе в идеале равноправного со взрослыми в москве на сукином болоте случился производственный казус в евросарае там обозначилась жизнь пришли инвесторы и китайцы киргизы схватили за протирочный материал в директорское кресло добыли живого немца и два раза торжественно перерезали ленточку ради новых китайских машин с логотипом москвич но всерьез назвать происходящее производством не получается а полагать услугу по накачиванию колес автозаводом и подавно но подростковое взросление требует не результатов и осмысленной работы одобрения в глазах неразборчивых взрослых чтобы хоть кто-нибудь комплементарно произнес слово завод пусть в этом слышится аванс и лицемерия зато пубертат получает точку опоры и скромную веру в себя америка пришла на помощь внезапно министерство финансов в сша затмевая весомостью подарков любого деда мороза на весь мир провозгласила сукина болото полноценным заводом москвич и внесло в санкционный список компаний оборонно-промышленного комплекса энергетического и финансового секторов и представителей элит стабилизируя гормональный фонд пубертатного предприятия минфин щедро наградил москвича статусом причастного к укреплению способности россии вести войну против украины с таким поглаживанием поголовки мальчики ощущают себя рэмбо девочки с сарой конор московский филиал третий сортной китайской фирмы до той поры только ослаблял способности россии благодаря деятельности москвича бюджет страны лишь уменьшался забирая деньги приготовленные на войну а выехавшие за ворота изделия ни в коем случае не имели отношения к автомобилям и выдавались людям принудительно но оказывается для американцев все русские на одно китайское лицо если в документах подростка указано мужа а у девочки жен то в американском понимании истин подробности значения не имеют и можно хоть замуж выходить хоть на войну эти в россии затею с москвичами до сих пор нет оснований полагать заводу не совпадают обязательные атрибуты нет конструкторского бюро нет отдела главного конструктора нет испытателей и испытаний заодно нет ни одной своей детали сделаны в этой стране это мастерская но не завод это отрочество но даже не юность переводить из детской поликлиники во взрослую еще рано но тут взрослые американцы изучив материалы постановили что дети выросли возмужали и теперь причастны к укреплению способностей им из америки видно как российская армия идет в бой на москвичах справа грохочут танки слева идут бтр и а посредине пехота мчится на китайских двухколесных джаках шашками на голову известно что чужие дети растут быстро но чтобы настолько помимо подарка москвичу когда четверг назад минфин сша щедро поднял его статус до уровня завода американцы размашисто добавили веса газу автовазу солерсу росавтодору и автодору приобщив их к российским элитам и промышленной базе россии финансовым институтом и технологическим поставщикам и наказали за это санкциями президент байден давал много поводов подозревать его в склерозе на его минфин не столь одинок разумом и вроде бы состоит не только из одной джанет луис елен который лишь на три года младше ей самой же весомых 77 лет но получается что весь минфин поголовно забыл как в первый раз пять лет тому назад в 2018 году уже выносил горьковский автозавод в свой санкционный список ни тогда ни теперь это не помешало группе газ выпускать продукцию военного назначения пошатнулись только линейка гражданской техники дважды оставив газель без мотора и прекратив электрификацию гражданской техники марки газ появление в санкционном списке автоваза объяснено забавной причастностью к укреплению способности россии вести войну против украины до чего людей доводит телевизор если в кадре мелькнула подбитая нива или сгоревшая гранта из этого не следует что автоваз кому-то нужен его технику закупает армия воевать на жигулях можно исключительно в состоянии панического отчаяния удирая с фронта в сторону ближайшего заградотряда и сколько автоваз не уговаривал министерство обороны заключить контракт на поставку жигулей военным не хватило ни отваги ни бюджета и закупать жигули на фронт они не стали лада в армии не служит но американские санкции против жигулей очень важны не для украины для россии дело в том что на автовазе разучились выпускать поршневые кольца вкладыши шатуны поршни гильзы и отдали их производства американской компании federal mogul впервые соглашение о сотрудничестве было подписано в 1993 году с тех пор у американской federal mogul в россии пять заводов и она является поставщиком важнейших деталей на конвейер автоваза и камаза камазы воюющие в украине делают это благодаря американцам санкции против жигулей бесполезны но если минфин вспомнит про свою фирму в недрах россии и наложит на нее санкции умрут сразу два завода избавив россию от ненавистной гранты и нелепого камаза который к тому же воюет в украине благодаря америке включение солерса в санкционный список выглядит таким же комплиментом от шеф-повара как и с москвичом солерсу с его китайскими машинками джак предписано вздрогнуть мимикой и окаменеть лицом как провалившемуся агенту поскольку кроме китайцев группа солерс владеет заводом уаз а все дети знают что уаз бывает в первую очередь военным и только потом старым козлом и нелепым профи но с 2017 года министерство обороны россии бегает от уаза и не заключается ним контракт на поставку в армию вспоминается анекдот это кгб рабинович беспокоит правда что евреи продали россию и где я могу получить свою долю правда у вас заключил контракт с министерством обороны и где вадим швецов и группа его подставных совладельцев могут получить свою долю министерстве финансов сша росс автодор не умеющий строить дороги и написавшего себя на сайте что он и не должен этого делать пострадал из-за вывески ему обещали по физиономии а прилетело по паспорту американцы не могут поверить чем на самом деле занимается эта государственная структура открываем сайт читаем росавтодор федеральный орган исполнительной власти осуществляющий функции по оказанию государственных услуг и управления государственным имуществом сфере автомобильного транспорта и дорожного хозяйства в том числе в области учета автомобильных дорог а также функции по оказанию государственных услуг в области обеспечения транспортной безопасности в этой сфере и на городском наземном электрическом транспорте, находящейся в ведении Министерства транспорта Российской Федерации. Про асфальт ни слова. Но ведь на оккупированных территориях Украины дороги кто-то строит, а по списку это Росавтодор. Пусть теперь останется без щебенки, без песка, без битума и крутится как хочет. А вроде бы санкции обещали за причастность к укреплению способности России вести войну против Украины. Но Росавтодор не зарабатывает и тем более ничего не укрепляет. Он ворует и тратит. Росавтодор скорее союзник, чем враг. Благодаря его деятельности Россия нищает, а не богатеет. Росавтодор впору награждать американской медалью «Легион почета первой степени». И только Автодор в этом перечне по заслугам. Официально эта организация управляет платными дорогами России. В действительности она кормит личных друзей Путина, позволяя им богатеть за счет податного населения. Это безукоризненно точное попадание Минфина США и совершенно бесполезное. В Америке Автодор дорогами не управляет. Он кормится исключительно в России. Госдума начала уставать от войны. Народ еще полон энтузиазма, всей страной толпится у военкоматов, рвется в бой, а депутаты уже затасковали по мирной жизни, прежним тихим заседанием, удовольствием предвоенного времени. Главным развлечением, а иногда единственным разрешенным видом деятельности до войны, было унижение водителей. Раз в полгода Дума писала очередной закон по дальнейшему ужесточению, карала водителей новыми санкциями, поднимала ставки штрафов, придумывала водителям преступления. И вот теперь, когда жизнь так коварно изменилась, депутатов потянуло на старое, на привычное, на антишоферское. Депутаты смастерили законопроект, предлагающие в несколько раз повысить штрафы за отказ остановиться по требованию сотрудника ГАИ, а также лишать прав за повторное нарушение такого рода. В административном кодексе по этому поводу есть статья 12.25 КУАП «Невыполнение требования о предоставлении транспортного средства или об остановке транспортного средства». Согласно ей, тормозить водителям могут не только инспекторы ГАИ, но и таможенники. Если шофер проигнорировал палку придорожного полицейского, штраф 500 рублей. Если палка была таможенника, то 800. И вот депутаты придумали усилить эффект и сделать штраф дороже, никому, кстати, не назвав сумму. А самое важное, за повторную неостановку отбирать права на год. Поскольку депутаты только на бумаге являются законодательной властью, а на самом деле лишь послушно голосуют, то все свои инициативы они согласуют с правительством либо администрацией президента. На эту инициативу лишать прав за двойное неуважение к палке отозвалось правительство и предложил обосновать затею. Депутаты вызов приняли и отписали, что не имели в виду обычных водителей. Они хотели покарать дальнобойщиков и указали в пояснительной записке к законопроекту, что его положение направлено на пресечение нарушений правил дорожного движения тяжеловесных или крупногабаритных транспортных средств. Депутатское предложение не прошло. Законопроект получил отрицательный отзыв. Остается вопрос, что на самом деле хотели депутаты? Они хотели привычно расширить полномочия кормящихся с дороги, увеличив количество лишенческих статей. Чем их больше, тем проще грабить водителей. Коварство в том, чтобы лишать за нарушение стоимостью в 500 рублей. Чем больше копеечных нарушений с отягощением в виде лишения права управления, тем проще шантажировать водителя. А поскольку с дороги кормятся не только ГАИ, депутаты протянули руку материальной помощи таможенникам. Те недоедают в последнее время. Кстати, прежде таможенники охотились только в заповедниках, обозначенных табличками таможенного контроля, расположенных в приграничных территориях. С прошлого года им разрешили охоту по всей стране, выставляя табличку таможенного контроля в любом месте. Не помогло. Все так же голодно. Значит, надо расширить инструментарий шантажа. Под угрозой лишения взятка становится сытнее. Почему правительство против? Потому что частных контрактов по доставке грузов автомобильным транспортом почти не осталось. На дороге выжили только государственные подрядчики, занятые перевозками по государственным контрактам, в последнее время военным. Чтобы не обрушить войсковой подвоз, пришлось унять депутатов. К привычному делу, унижению водителей, депутаты вернутся несколько позже. Всероссийская тенденция. Все хотят в силовики. Прежде, когда собирались на троих, получалась попойка. Теперь возникает новая силовая структура, требующая всесилия себе и покорности остальным. Сейчас никто не рискует вспоминать, но, например, таможня с ее погонами, формой, пистолетами — это не силовая структура, это сфера обслуживания. И Роспотребнадзор с его попугайской формой и погонами не силовики, а орган исполнительной власти. И судебные приставы в силовиков превратились только три года тому назад. На днях в силовики подались финансисты. Министерство финансов внезапно ощутило себя силовой структурой и захотело покарать автомобильных дилеров. Зачем Минфину понадобилось уничтожать столь вялых игроков? Понять это трудно. Возможно, как любят советовать психологи, корнем проблемы надо вытащить из детства, пережить снова, проработать. Минфин не любил дилеров в сытые времена и по инерции решил довести дело до конца теперь, когда на погосте автобизнеса стало критически тихо. И для этого Минфин предлагает лицензировать автосервисы на предмет оборота драгоценных металлов. Проект постановления написан, подан наверх и прошел первое обсуждение. Но согласитесь, тут нужна пауза под тихую музыку, чтобы осознать услышанное. Министерство финансов требовательно хочет продавать дилерам лицензии, контролировать работу и лишать за оборот драгоценных металлов, золота, платины и серебра. И ведь понятно, что речь идет не о чистеньких роликсах в отделе аксессуаров. Речь про мусор на помойке, выбрасываемые запчасти, детали и механизмы, срезанные автогенно с автомобиля. И траектория, по которой слесарь швыряет железку в мусорный контейнер, теперь это и есть оборот, за которым в мирной жизни приглядывает дворник и пробирная палата. Что в автомобиле драгоценного из металлов? Серебро в термостатах, датчиках, диодах, регуляторах напряжения. Золото в диодах и контактах, платина в катализаторах, заодно в катализаторах родий и палладий. А еще платина, кстати, есть в свечах зажигания, о чем иногда в рекламных целях пишут на красивых коробочках. И прежде слесарь доставал свечу из кармана, а теперь должен будет выписать со склада, отключить сигнализацию, вместе с охранником открыть сейф с соответствующей отметкой в журнале и под охраной пойти ставить на машину. С катализатором труднее. Новый лежит в том же сейфе, где прочие драгоценности, диоды, контакт, термостат, но старый теперь нельзя выкидывать. Его вырезают из выпускной системы и несут сторожить, охранять и проводить правильный оборот. Помните, как весной 2017 года специалисты Тихоокеанского института биоорганической химии обнаружили в морском грунте бухты Троицы редкий тропический организм. Вызываемые им инфекционные заболевания могут приводить к смерти. Ученые определили грипп вида гистоплазма, уничтожили его штаммы и предупредили об экологической угрозе в районе села Андреевка. Силовики Роспотребнадзора не стали открывать огонь на поражение и цивилизованно подали в суд за то, что ученые не имеют права делать открытия, поскольку у них нет лицензии для работы с высокопатогенными организмами. Во Владивостоке мировой суд советского района признал ученых виновными и определил наказание. Разве такая прекрасная история могла остаться без продолжения. Карать науку за открытие, слесаря за его работу – это перспективное, емкое, многообещающее направление государственной работы. После того, как Минфин схватит дилеров за бриллиантовую руку, возьмутся за магазины запчастей, где безнаказанно торгуют платиной в свечах зажигания. Если кто забыл, законы пишутся для подчиненных, а не для начальства. Бинкендорф, шеф жандармов, XIX век. Чем примитивнее человек, тем он требовательнее к миру. И у него много вопросов, из которых основной – а с какой стати вокруг иначе, чем думаю я? Людям свойственно брать себя за точку отсчета, полагая центром вселенной. И если где-то по-другому, то примитив непременно обидится. Как вокруг смеют иначе думать, иное любить, другое понимать? Особенно плачевна позиция примитивного недоросля, насмотревшегося рекламы. Ему ведь показали красивую картинку, а поверил в нее только он, что лучше всего видно на примере китайских автомобилей, про которые вы обидчиво пишете мне, что они электрические и лучшие. Вам показали пять дисплеев, семь USB-разъемов, массажные кресла в Алькантаре, и вы полагаете, что такая нарядная машина не может плохо ездить. Но она не была автомобилем и даже не планировалась. Это все еще макет натуральную величину. Плохой, но красивый. Неуправляемый, но с USB. У примитивного человека личное убеждение формирует истину, взятую из рекламы. Там показывали красиво, и если представление о красоте совпало, значит обязательно совпадают прочие добродетели. Красивая девушка всегда умна, хорошо готовит и прекрасно танцует, потому что понравилось. Поэтому китайский автомобиль хорошо едет, ведь он красивый, как девушка из журнала «Примач». Примитив насмотревшейся рекламы – проблема всемирная. Поэтому постоянно возникает ситуация, когда под натиском недорослей, уверовавших в китайские машины, профессионалы устало принимаются за очередные объяснения. Они знают, что китайский автопром, поставивший целью обмануть и заработать, не собирается делать полноценную технику. Именно поэтому китайцы так усердствуют в рекламе. Именно поэтому они так старательно покупают блогеров, авторитетно красующихся на фоне. И чем хуже автомобили, тем больше рекламы, тем сильнее вера недотеп. Они ведь сегодня увидели больше, чем вчера. Они привыкли к вчерашней мысли и не забыли позавчерашнюю. Поэтому три рекламных слота подряд – им все ясно. Китайцы лучшие, самые современные, самые совершенные. А «Мерседес» нервно курит в сторонке. А тут опять какие-то эксперты с пенсионерской верой в управляемость, кинематику подвески, перераспределение крутящего момента по осям и реактивные усилия на руле. На днях не выдержали испанцы. Им надоели недоросли, норовящие сунуть в нос персональные заблуждения, отлокированные китайской рекламой с требовательным вопросом. Как эксперты смеют сомневаться в USB-разъемах, гарантирующих управляемость? Испанские журналисты издания КМ-77 пригласили недотеп к диалогу с предложением выбрать самый лучший китайский автомобиль. Те проявили активность и радостно накричали на экспертов, что надо брать Бит Хан ЕВ. Это двухмоторный электромобиль. Он полноприводный, что у нормальных фирм означает отточенную управляемость. Хан – флагман гаммы, про него больше всего красивой рекламы. Следовательно, он и есть полноценный автомобиль, построенный лучшими в мире китайскими инженерами по лучшим в мире китайским технологиям из лучших в мире китайских комплектующих, а отсталый Мерседес все еще пытается убиться каплей никотина. Ну, в смысле, нервно курит в сторонке. Во всем мире автомобили обязательно сдают экзамен на лосиный тест. Он имитирует внезапное появление препятствий на дороге, которую автомобиль обязан объехать, не снижая скорости. На размеченном конусами сухом асфальте испытатель выполняет двойную переставку – бросает машину сначала влево, затем вправо с обязательным возвратом в свою полосу. Это проверка управляемости – главные характеристики автомобиля. Лосиным тестом переставку стали называть в 1997 году, когда шведский журналист уронил на бок премьерный Мерседес А-класса. В тот же год на франкфуртском международном автосалоне рядом с Мерседесом располагался стенд «Вольво», где висела голова лося. Каждые 15 минут она издевательски орала, доводя немцев до иступления. Провалить тест на двойную переставку позором считается всегда. У современных автомобилей есть своя таблица рекордов. С 1999 года в ней господствует «Ситроэн Ксанти Актива В-6» со скоростью прохождения 85 км в час. Почему испанское издание называется КМ-77? 77 км в час – нижний предел переставки. Те, кто не в состоянии выполнить лосиный тест на скорости от 77 км в час и выше, автомобилями не считаются. Делать переставку испанцы умеют лучше всех. Они взяли электромобиль Bithan EV и поехали на полигон. Провели несколько заездов силами разных испытателей, исключив человеческий фактор. Чтобы позора получилась меньше, китайцы переобули в приличные шины Michelin Pilot Sport 4. Китаец тест провалил. Раскидывая конусы, макет автомобиля пытался удержаться в коридоре и показать приемлемую скорость. Ему не покорились зачетные 77 км в час. Даже хуже. В лучшей попытке он еле дотянулся до позорных 70 км в час. В остальных заездах скорость была еще ниже. Вердикт. Макет автомобиля не в состоянии держать дорогу, проходить повороты, объезжать препятствия. Поведение машины характеризуется отсутствием стабильности. Bithan EV ведет себя настолько нервно, что эксперты назвали его сумасшедшей лошадью. Пройдет немного времени. Примитивные потребители рекламы дозаправятся свежими роликами и вновь требовательно заявят миру о превосходстве китайского автомобилестроения. Когда умным надоест слушать глупых, они опять проведут лосиный тест. Результат будет таким же. Новые времена формируют новые традиции. С прошлого года у Литвы есть традиция фестиваля Дня Армии. В первый раз его проводили вооруженные силы. Людям было очень важно в сентябре 2022 года увидеть свои войска, ощутить близость, поддержку, посмотреть на танки, гаубицы, ракеты, ПВО. И День Армии получился с размахом, под успокаивающий дымок дизельного выхлопа, фестивальное клацание с затворами и завораживающую мощь того, что необходимо увидеть своими глазами и понять. Армия здесь, она сильна, готова, на нее может положиться. В сентябре 2022 года на фестиваль приехали американцы с танками Абрамс. Абрамс завораживал, манил, обнадеживал, он был очень важен. Рядом с ним знаменитая панцергаубица с литовским экипажем и длинной очередью внутрь. От панцергаубицы невозможно оторвать взгляд, и для селфи она на долгое время стала лучшим фоном. Абенджер, американский самоходный зенитно-ракетный комплекс ближнего действия на шасси Хаммера, было необходимо увидеть и потрогать. Помимо техники, люди охотно брали в руки стрелковое оружие, примеряясь, прицеливаясь, что-то важное понимая в этот момент. На медицинский корпус смотрели более внимательно, чем в мирное время. Жгут, перевязка, инъекция стали очень интересны и нужны. Второй фестиваль армии в прошедшую субботу организовала полиция, жандармерия, немножечко армия и реконструкторы, сместив акцент от танков и тяжелого вооружения тем, кто ближе и окажется рядом быстрее, чем войска. Жандармерия в Литве называется служба общественной безопасности при МВД и, по сути, близка к Росгвардии России, имея несколько привлекательных отличий. Во-первых, увидеть жандармов можно только на выставке. Просто так они не встречаются и с населением никак не пересекаются. Во-вторых, они в большей степени относятся к всеобщим силам Евросоюза, Еврогентфор. Служба общественной безопасности, одета в темное, ездит на темном. Машины у них оказались самые интересные на фестивале. Бронетранспортеры ИАК Гардиан. В России их не знают, поскольку выпускаются они в Эмиратах на заводе International Armored Group. Фирма ИАК берет готовое шасси от выносливого полноприводного автомобиля и бронирует под заказчика, специально оговаривая, что работает только с государственными органами и обеспечивать арабских террористов не станет. В основе этой машины американский пикап тяжелой серии Ford F-350. Поэтому двигатель V8 мощностью от 300 лошадиных сил, коробка автомат, броня по уровню защиты от Станак-2 до Станак-3. Машина МРАП, то есть защищена от подрыва на фугасе, выдерживает под колесом 6 килограмм тротила. Вооружена служба общественной безопасности легким стрелковым оружием. Из интересного, что редко встретишь у силовиков, дробовики 12-го калибра Беннелли и Мосберг. Полиция Литвы ездит на любых автомобилях, броневиками старается не пользоваться и у нее всегда много фольксвагенов. Примечательно, что на вооружении литовской полиции стоит в том числе дробовик Winchester 1300 Defender. Это любимое оружие спортсменов IPC многих стран. Легкое, быстрое, удобное. В спорте Defender — это чемпионский уровень. Современная война — война дронов. На фестивале показывали различные модели. Все смертоносные. Именно они фигурируют в страшных роликах, где во вражеского солдата с неба прилетает смерть — граната или мина. Но основное внимание взяли на себя реконструкторы. Клуб «Свободные стрелки» Каунаса привез артиллерию и кавалерию. Воспроизводимый исторический период довольно обширен, но внимательный взгляд отметит привязку к польскому восстанию 1863-64 годов. Кстати, лесные братья начались как раз в тот исторический период. Не сдаваться и уходить в леса, продолжая свою личную войну, в Литве принято вот уже несколько веков. Реконструкция на фестивале получилась достоверной. Вся атрибутика, униформа, оружие исполнены в максимальном приближении к оригиналу. Реплика капсульного ружья того времени прикладиста и вполне дееспособна. Фехтование на мечах по средневековым методикам всегда содержит фактор безопасности. Очень важно никого не убить. Поэтому фехтуют надежно, щепетильной осторожностью. В обычной жизни поглядеть на такое негде. Официально заявленная цель фестиваля Амидей-фест в этом году — стать еще ближе к людям. Получилось. Наши с вами любимые вопросы и ответы реплики. Константин Ренц. Наверное, только на территории бывшей СССР еще осталась профессия водителя скорой помощи. В остальном мире с этим справляются прекрасно сами санитары. Ну, врачи тем более летают на вызов на своих легковушках. Дмитрий Хонегман. Я был на этой автовыставке. Там американцы и канадцы откровенно ржали над электрическим F-150. Все соглашались, что цена неадекватная и пустое подкапотное пространство предназначено для электрогенератора. Серж Гоу. Самокаты не убивают, как и оружие. А то, что в России живут полные эгоисты и моральные уроды — это не электросамокаты виноваты, а русская культура. На сегодня все. До свидания.